Сегодня в день рождения самого почитаемого на Руси святого, святителя Николая Чудотворца, известного на Западе как Санта-Клаус, в 9-м часу утра, на 11-м километре Серовского тракта, под стенами строения за номером 3, на местной автостоянке неожиданно для окружающих заполыхал автобус. По этому адресу дислоцируется сортировочный центр Яндекс.Маркета. Какое отношение имел автобус к этим маркетовским складам, неизвестно, да в сущности это и не важно. А вот что важно, так это то, что в момент воспаления около автобуса находился водитель, и он, по данным спасателя МЧС, получил ожоги и отъехал в клинику. Видимо, пытался бороться с красным петухом, но безуспешно. Насколько сильно он опалил свой эпителий, не сообщается. Как сказали в ГУ МЧС, в 8.32 утра пожарные огонь локализовали, в 8.43 открытое горение автобуса было полностью ликвидировано. В УТУшке участвовали 7 бойцов МЧС. До какой степени автобус по концовке прогорел, не сообщается, но, судя по всему, восстанавливать там особо нечего. А пожарники пока расчет, а они уже не торопятся, видят, что уже догорает. Тушить-то догорает. А мне сюда тоже пока объедут нам. Соседние болиды на парковке не пострадали, потому что местные работники консолидировались и сообща все легковушки, непосредственно примыкавшие к эпицентру воспаления и стоявшие чуть подаль, вручную откатили. Почему автобус в стоячем состоянии заполыхал на ровном месте, это установят эксперты ИПЛ, но, судя по закадровым комментариям очевидцев в Театре теней, проблемы у автобуса начались еще до пожара, и пилот пытался их решить, открыв капот, но, как видно, безуспешно. Он же видел что-то, химичил. Капот открыт был. Что-то химичил капот. Если по его вине это даже до уголовки, это даже до уголовки дойдет. Тем более куча свидетелей.